Николай Лейкин В вагоне третьего класса Читает Геннадий Постригаева Поезд, состоящий из полутора десятка вагонов, ожидает третьего звонка, чтобы отправиться из Петербурга в Москву. Кондукторы сортируют по вагонам все еще прибывающую публику. По платформе бегает какой-то купец с красным потным лицом, заглядывает в окна и отыскивает себе местечко поспокойнее. В правой руке у него объемистая подушка в розовой ситцевой наволочке, в левой корзина, из которой выглядывают горлышко полуштофа, куриный зад и пеклеванник. В окнах вагонов третьего класса виднеются бороды, окутанные платками головы женщин. Все это спешит перекинуться прощальным словом с провожающими, стоящими у решетки против вагонов. Некоторые из провожающих лезут за решетку, но служители и полицейские просят честью удалиться. В толпе слышатся фразы «Скажи, Мавр, что если у ей хлеба не хватит, то пусть Митрофанович поклонится, а чтоб корову со двора сводить, не-не-не!» Или «Отпиши, что Ваську-то из-за строг выпустили, аль нет!» И тому подобное. В одном из окон виднеется бородатая голова монаха в клобуке. Голова медленно кланяется перевесившейся через перила женщине, покрытой ковровым платком, и говорит «Передайте поклон боголюбивому Петру Захарчу, благочестивой Марии Дементьевне и чадам их. Платону Семеновичу скажите, что ему за его вклад на том свете будет мзда великая, а в здешней жизни воздастся старицею». «Передам, батюшка, передам!» — слезливо отвечает женщина. «Как приедешь к троице Сергию, то сейчас вынь части о здравии всех знакомых», — говорит рожебородый купец своей жене, вышедший к нему из вагона и стоящей на платформе. «Селивестру Петровичу привези большую просвирку, человек нужный». «Перезабудешь всех так-то, ей-богу!» — отвечает жена. «Вчера бы записать надо. За здравие Лудова-то вынимать, что ли?» «А ну его! Второй год пятьдесят рублей должен и не отдает». Слышен третий звонок. Жена наскоро чмокает мужа в бороду и спешит садиться. Кондукторы со стуком запирают двери вагонов, раздаются дребезжащий свисток оберкондуктора и ответный свисток локомотива, и поезд трогается. В вагоне третьего класса пахнет потом, хлебом и овчинами. Три четверти вагона набиты мужиками, бабами и солдатами. Чистая публика держится отдельно. В ней особенно обращают на себя внимание рослая усатая барыня, расположившаяся со своими подушками и одеялами на двух скамейках, армейский офицер и бледнолицый молодой человек с козлиной бородкой, одетый в высокие лакированные сапоги, шелковую-канаусовую рубашку и какую-то фантастическую, по его мнению, русскую поддевку. Тронувшийся поезд ускоряет ход. У мужиков слышен гул от говора. Какой-то пьяненький наигрывает на гармонии. Другой пьяненький в замасленной фуражке с надорванным козырьком и в рваном полушубке подтягивает голосом. — Узов хотелось нам узнать, да и завозчикам жену. Все это коробит усатую барыню. — Эй, вы, мужики! — кричит она. — Коли с благородными людьми в вагоне едете, так песен не петь и простого табаку не курить. — А какой ж курить прикажете? Французский, что ли? — спрашивает певший песню. — Ты мне не груби, дурак, а то тебя на первой станции высадят. Как ты смеешь мне ты говорить? — Видишь, какая прыткая. — Ах ты мерзавец! Господин офицер, заступитесь! — обращается барыня к офицеру. — Перестань же, или иди и садись в другое место, — замечает офицер. — А зачем, ваше благородие, нам в другое место? Нам и здесь хорошо, — упирается мужик. — А ежели вам, ваше благородие, эту песню не нравится, так мы другую можем. — Что ты спишь, мужичок, ведь весна на дворе? — Весною ты и спится, — отвечает, поднимая голову, до сих пор дремавший старик в худом армичишке и лаптях. — Эх ты, седая вшибица, мне что-то к тебе относится, это так в песне поется, — подбоченивается ломанный козырек, оставляя петь. — Деревня! Бледный молодой человек в фантастической поддевке внимательно прислушивается к разговору. — А знаешь ли, чья это песня? — спрашивает он. — А то не знаем, что ли, известно чья, молчановская, молчанов ее на крестовском пел. — Он и не знаешь, чья. Песню эту написал такой же мужичок, как и ты, фамилия его Кольцов. — Написал-то, может, и Кольцов, а поет молчанов. Это нам доподлинно известно. Ты, барин, об нас что думаешь? Мы тоже питерские, и по этим самым гуляньям тоже. — Не называй меня, пожалуйста, барином. Я такой же мужик, как и ты, — говорит молодой человек в фантастической поддевке. — Да нет, барин, зачем же? Мы тоже народ полированный, знаем, как с кем обойтись. — Нет, пожалуйста, не называй. Ты видишь, я в такой же русской одежде, как и ты. Пора вам забыть слово барин. — Да не что-то, русская на вас одежда. — Конечно, русская, но только фронтоватая. Ну что, на побывку в деревню-то едешь? — Жену учить едем, так как нам отписано, что она шкура барабанная, с солдатом связавшись. — И не стыдно тебе это? Не жаль ее? — А зачем она, Бог, забыла? — Ты какой губернии? — Мы, ваше благородие, Ярославские. Дозвольте, ваше благородие, папироску. — Изволь, изволь. Рваный козырек закуривает папироску и продолжает. — В нашей губернии, ваше благородие, народ самый политичный, потому что, почитай, совсем дом не живет, а все либо в Петербурге, либо в Москве. Кто в буфетчиках, кто в артельчиках, кто по лавкам в приказчиках. — Топерча все самые, что ни на есть, именитые купцы, так и все ярославцы. И везде наши. Нет такого города, значит, чтоб ярославцев не было. Один наш ярославец даже в арабской земле Бразилии был. — Врешь. Как же он туда попал? — Ох, мельной попал. Был он, значит, в Петербурге на бирже при нагрузке. Зашел на корабль этот самый, да и заснул в уголке, потому как сон смотрел. Хвативший был крепко. Шнапс Тринкен, значит. Только просыпается, глядь, а ну ж океан моря и берегов не видать. Заревел он, ну и просится у капитана обратно. А капитан ему, нет, говорит, друг любезный, коль, говорит, ты на корабль попал, так и поезжай с нами, так как мы теперча в Бразилию едем и семь тысяч верст отъехали. Ну и привезли в Бразилию. Хотел он ехать обратно, тысячу рублев требует, потому тридцать три тысячи верст. А где же мужику такие деньги-то взять? Туда-сюда и остался там на прожитии, Христа ради побираясь. Женатый был. В деревне жена и двое ребятишка остались. Ну, известно, человек, их бабь привычный, загрустил крепко без бабы. А там, в Бразилии, и этой бабы хоть и есть, только черные такие и серьгу в ноздре носят. Думал, думал он, да и решил. А что ж, хоть и черная баба, а все божий дар. Взял, да и женился. Потому такое положение есть. Кто тридцать тысяч верст отъедет от своего места, то закону препон полагается, и при живой жене жениться можно. Женился он на черной бабе, и пошли у них деть полубелые. Только с бабой он, значит, живет, а сам все помышляет, как бы в Россию. Каждый день выходит на берег моря, и, как завидит кораблик, сейчас кричит. Братцы мои, кричит, нет ли меж вас земляков-ярославцев? Повезите в Россию задарма. Кричал, кричал, и что ж ты думаешь, ваше благородие? Нашлись ярославцы, довезли. Хотел в те поры он и жену свою черную с ребятишками взять, и на кораблих привез. Да те, как увидали на корабле икону, так и шарахнулись от страха в море и перетонули. А как только он, ваше благородие, приехал в Питер, сейчас его за своевольную отлучку в Сибирь. Да ты не сочинил ли эту историю-то? Зачем сочинять, ваше благородие? От сродственников я этого мужика слышал. Еще раз тебя прошу, не называй меня ни барином, ни благородием. И в доказательство тебе, что я не барин, а мужик, мы с тобой на станции выпьем по стакану водки. Станция Колпина, возглашает через несколько времени кондуктор. Поезд остановился. Так выходи на платформу, и там выпьем водки. Пригласи, кстати, и твоего товарища, что на гармонии играл, говорит молодой человек в фантастической поддевке и выходит из вагона. — Эй, гармония! — кричит надорванный козырек. — Пойдем со мной. Тиролец этот, что со мной сидел, водку пить зовет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова